Для того, чтобы сделать жизнь лучше. На корпоративном сайте «Газовик.Инфо» все больше подписчиков и разножанровых публикаций. В их числе и новая форма работы с сотрудниками «Газпромдобыча на дым» – социологические исследования. В последнем исследовании социальной защищенности заказчик руководства компании предлагает работникам ответить на ряд вопросов анонимной анкеты, касающихся социальной защищенности работников компании и удовлетворенности услугами, предоставляемыми управлением по эксплуатации вахтовых поселков, медико-санитарной части, пансионатам на дым и операторами корпоративного питания. За месяц в анкетировании приняли участие более 1300 сотрудников предприятия, из них около 500 рабочих и столько же служащих. Не отстает и руководство – 218 человек не остались равнодушными к качеству социальной защищенности на предприятии. Почти 700 опрошенных работают по пятидневному и столько же по вахтовому и сменному рабочим графикам. Самыми активными участниками исследования являются представители аппарата управления Медвежинского газопромыслового по эксплуатации вахтовых поселков и Надымского нефтегазодобывающего управлений. И наоборот – из инженерно-технического центра и пансионата «Надым». Подвести промежуточные итоги мы попросили одного из участников социсследования Игоря Гирилишина, начальника медико-санитарной части. Здравствуйте, Игорь Ярославович. Здравствуйте. А вы лично приняли участие в социсследовании? Безусловно, принял, потому что такая новая, интересная, инновационная форма общения, статистического, социологического исследования, она, на мой взгляд, очень передовая, очень интересная. Я, безусловно, не мог не воспользоваться возможностью и прошел это, ну, не тестирование, этот опрос заполнил с удовольствием ответы на вопросы, и мне, безусловно, интересны результаты этого исследования. Ведь не секрет, что вот на данный момент приняли участие почти 1300 человек, а в статистике, в социологии выборка более тысячи уже является репрезентативной, ее можно экстраполировать на коллектив. Поэтому данные, я думаю, что они будут довольно достоверными. А какие направления работы, включенные вот в этот соцопрос, вам представляются особо важными? Ну, оценка коллег для нас это, безусловно, очень важно, потому что это и доверие к медицинским работникам, и уровень удовлетворенности, возможно, какие-то предложения по улучшению качества нашей работы, поэтому для нас это, безусловно, и важно, и интересно. Последний пункт анкеты – это пожелания и предложения по порядку работы и предоставлению медицинских услуг. Вот много ли их и есть ли к чему прислушаться? На мой взгляд, вот это активное окно, активная строка, где можно не просто ответить на формализованные вопросы, а проявить какую-то творческую составляющую, написать свои, высказать свое мнение своими именно словами и высказать свои пожелания и предложения. Это, на мой взгляд, одна из самых удачных моментов этого анкетирования, потому что здесь мы можем ознакомиться непосредственно с предложениями конкретного человека, хоть они и обезличены, то есть это анонимное анкетирование, но тем не менее это мысли какого-то конкретного сотрудника предприятия. И там есть довольно много, скажу, и занимательных предложений, и конструктивных предложений, их достаточно много, там вплоть от приобретения высокоточного диагностического оборудования, обеспечения максимальных диагностических возможностей в нашей медико-санитарной части, вплоть до пересмотра режима работы отдельных специалистов, потому что хотелось бы, чтобы они работали круглосуточно. Вот, поэтому что-то конструктивное из этих предложений мы будем рассматривать, и если будет такая возможность, попытаемся это реализовать в жизни. Игорь Ярославович, интересно что-то новое узнать о вашем направлении? Безусловно, не просто интересно, это очень важно и очень радует то, что среди пожеланий, написанных нашими работниками в этом анкетировании, есть достаточно многое, нас это радует, пожеланий процветания и успехов медико-санитарной части, и слова так держать. Будем стараться. Спасибо. Спасибо.